всем привет друзья и гости но наконец-то дождалась когда спрячется солнце чтобы показать вам всю мою цветущую красоту орхидейки это растение которые радуют меня своим цветением круглый год и зимой и летом некоторые вообще не перестают свести есть которые долго отдыхали что-то новенькое у меня раскрыл цветочки давайте посмотрим рассказывать будут только о цветущих орхидеях и немножечко истории и немножечко впечатлений немножечко отзыва в общем поехали слева направо тут моя огромная орхидея ferrara которую мы с вами вместе пересаживали 5 литровый горшок да вот такой она у меня монстр и после пересадки взяла и зацвела это отличная реакция орхидеи на пересадку значит что все было правильно сделано и ведь это же еще не все взяла и пробудила еще на одном старом цветоносе бутоны ну вообще умничка вот что значит удачная пересадка можете пройти на канале найти все так же разделено по плейлистам по подборкам по темам и плейлисте орхидеи найдете эту пересадку проще простого и идеальный результат расцвела у меня орхидея charming crystal water очаровательная кристальная вода этот big lip цветет у меня два раза в год и как пышно и как обильно покупала его в леруа мерлен очень хотела вот такой белоснежный без единого штриха другого цвета big lip и когда он мне попался конечно же забрала его домой и до чего оказалось благодарная орхидея свел у меня первым домашним цветением на 16 цветочков вот это второе домашнее цветение получается зимой свел летом цветет и опять у нас назревает большое количество цветов смотрите какая красота белоснежный белый белый в белых орхидеях особая прелесть особое стремление цвести расти развиваться это не может не радовать этим белые орхидейки всегда подкупают зацвела малепуська азиатская ruby diamond очень необычный лаковый цветочек блестящий как леденец губа необычные никакого намека на усики и очень необычная тыльная сторона цветочка сейчас тут и бутон смотрите какой бутон вообще чудо и цветочек с обратной стороны тоже смотрите чудо только на это можно любоваться орхидейка имеет специфическую такую розетку округлые листы лопухи конечно видно по всем признакам что она очень необычная это у нас такой азиатик но особо обильным цветением пока не балуют зато начала цвести прям с малолетства как только принесла ее домой сразу выпустила цветонос вот она пока развивается развивается но чем старше орхидея и лучше себя чувствует тем больше цветов будет и сами они тоже будут крупнее растем ждем но цветет она тоже два раза в год очень щедрый на цветение цветы держит долго да за счет того что они плотные орхидейка бабочка у нее два названия огненные глаза и счастливая звезда до встречались в разных группах эти два названия но совершенно одинаковым цветочком причем в этом сезоне летнего цветения цветочек более светлый зимой он такой был более какой-то закрашенный а сейчас смотрите видно что крапинки прям более такой светлый вариант можно даже подумать что это разные сорта но нет это все еще это все еще нам вот эту бабочку я нашла в гипермаркете линия иногда вам показываю небольшие обзорчики потому что там очень мало привозят растений буквально там по 10 орхидеек по несколько декоративно-лиственных буквально по 2-3 горшочка фикусов чуть-чуть диффенбахи ну в общем можете тоже посмотреть на канале есть эти обзоры и вот в этом магазине бывают очень интересные сорта при том что мало орхидей сама лично там видела двух бабочек ну одна была очень сильно больно а вторая вот пришла ко мне домой и к тому же она ароматная пахнет одуванчиками долго думала на что это похоже до одуванчики очень замечательный сорт так рада что я ее нашла охотная на цветение вы посмотрите она распускает гроздьями цветы и не собирается останавливаться у нее еще очень много бутончиков и она еще и цветоносы будет доращивать вот у нее сколько старых цветоносов которые она пока что держит и цветет и цветет в общем орхидейка супер чудо мне просто попалась в сетевом магазине дальше орхидейка клеопатра номер 16 она же sunset fairy тоже два названия одного сорта но так бывает ох уже эти продавцы что только не придумают ради увеличения продаж вот это орхидейка у меня очень долго восстанавливалась после магазинного цветения и может быть это потому что она цвела 9 месяцев с момента покупки может быть в этом разгадка и она у меня больше года получается отдыхала вот наконец-то порадовала первым домашним цветением то есть само растение у меня давно уже живет но домашнее цветение первое за счет того что очень долго держала магазинные цветы смотрите какая она необычная сразу в ней заметила какие-то признаки клеопатры да что то есть очень похожие но также встречается и sunset fairy название продают ее еще и подростками нашла в леруа мерлен вот так можно найти очень интересные сорта ну если искать кто еще тот найдет лишь единожды я видела этот сорт в леруа мерлен дальше красавица спаркс точно такая же история купленная они в один день очень долго держала магазинные цветы и наконец-то у нее домашнее цветение вот история один в один как мне нравится вот это нежнейшее сочетание цветов чем-то схожа с легато нежные нежные переходы розового к желтому домашнее цветение у нее первое и я считаю достаточно скромную всего лишь два цветочка но растение может доращивать цветонос пока что признаков нету и неизвестно будет ли она это делать но уже любуюсь красотой уже мне нравится вот эти ее цветочки как же мне нравится вот это нежное сочетание цветов розово-желтый и по этой же причине я купила орхидейку фаленопсис венецианский карнавал моя малышечка погрызанная трипсом просто жутко погрызанная кто не в курсе истории этой орхидейки я купила с трипсом цветы раскрывались очень сильно поврежденные но она все равно старается и радует рассказывала вам как я ее полечила как быстро избавилась от трипса и вот уже цветы раскрытые дома они уже идеальные как бы тут залезть камерой и показать вам вот этот цветочек видите он чистенький ни одного укуса но этим конечно досталось но она все равно их держит она практически полностью уже восстановилась у нее начинается период вегетации появляется листочек новый в общем у орхидейки началась новая жизнь сколько продержит цветы не знаю потому что она растит активно листик она хочет развиваться но цветочки да все еще сохраняет все еще радует не отстригая цветоносы в данном случае не вижу смысла ведь есть системные препараты которые пропитывают растения полностью вместе с цветами цветоносами и делают его для вредителей несъедобным поэтому мы и на красоту с вами полюбуемся и орхидейки дадим выздороветь вот видите как изгрызан цветочек бедняжечка моя он молодец молодец красотулька дальше цветет у меня моя нежнейшая тина мелиса это орхидейка купленная формате микро знаете такие бывают шести сантиметровые стакашечки маленьких орхидей вот такой она когда-то было и вот у нее сейчас второе домашнее цветение каждый раз это на два цветоноса вот они два старых цветоноса вот один и второй вот это два новых вот так она у меня каждый раз цветет по два цветоноса в общем умничка нежный окрас цветов немножечко такой желтоватый розоватый с мелкой крапинкой и ярко желто оранжевой губой дополняет цветочку какой-то изюминки к тому же она ароматная нежная орхидейка как-то у меня так уже подобралась коллекция много вот таких светленьких нежных орхидей вот венецианский карнавал спаркс у белое это понятно сама нежность есть еще легато который на данный момент не цветет ну что ж поделать нравится мне такие нежные орхидейки есть конечно и темные вы не подумайте что у меня все такое нежное есть оранжевые есть фиолетовые есть черный лебедь но сейчас они пока что не цветут так уж совпало что летнее цветение и летние нежные цветы дальше цветет моя get a bar очень крупные у нее цветочки зацвела на пасху и до сих пор радует распустила весь цветонос признаков доращивания пока нету но кто не знает пока что она радует вот этим набором цветочков они такие большие что даже друг другу мешают расправиться даже не знаю чем ей помочь цветы в нее просто великолепные грандиозные и не вмещаются на один цветонос вот такая крупноцветковая держит еще с прошлого года цветы дикий кот вот этот сорт кто-то считает там банальным уже надоевшим ну посмотрите какое качество этого сорта насколько он долго цветущий насколько он стремительно зацветает набирает бутоны и мне кажется ничто не может его в этом остановить и да очень долго держат цветы пока что новых цветоносов нету но я думаю что к зиме он тоже не забудет порадовать новыми цветочками хотя видите он еще с прошлой зимы не нацвелся цветочки плотные такие прям знаете долго долго радующие но до чего хороший сорт должен быть мне кажется в коллекции каждого архомана на стеллаже живет еще одна орхидейка это тайша смарт бабочка она уже цветает остался последний цветочек вот такая красавица нашла ее в леруа мерлен формате микро тоже маленькая маленькая такая была вот такие прям 6 сантиметровые стаканчики конечно она разрослась и цветет это уже второе или третье домашнее цветение цветочек небольшой но смотрите какой красивый и очень ароматный запах сладкий цветочный поэтому по утрам это одна из орхидеек который я бегу чтобы ощутить аромат самый интенсивный аромату орхидеек именно по утрам хорошечко цветет у меня второй раз в году бернадетта но вы представляете до чего оказался неприхотливый и обильно цветущий сорт вы посмотрите какая красавица вот эти искорки и опять же да светленькая но с каким-то украшением вот как на подбор сегодня в основном светлые орхидейки в какой-то момент я хотела ее продать потому что у меня есть magic art они очень похожи некоторые даже разницы не видят но мне предложили за нее такую цену смешную что я подумала оставайся лучше ты у меня просто вот настолько несправедливую цену что я с расстройства сняла объявление и очень этому рада цветет два раза в год но до чего умняшка огромная розетка просто огромный возможно она тоже когда-нибудь окажется в пятилитровом горшке но хороша но хороша успела распустить весь цветонос пока я не делала обзоры на своей орхидейки может быть дорастит а кто и знает пока что нет никаких признаков и продолжает свое цветение моя неугомонная интрига это просто что-то они орхидея она уже и старые цветочки сбрасывает и доращивает новые бутоны но вы посмотрите что делает и несмотря на то что она уже сама устала цвести у нее еще распускаются новые цветы смотрите вот этот совершенно новенький но вот знаете он опять такой более светлый мне кажется они зимой не такого окраса то ли выгорают то ли краску летом не так набирает цветочек мне тоже кажется что зимой они темнеет так куда фокус вот цветочки в искорках по краю и вот такие вот пятнистые нижние лепестки интрига это чудо растения которое непонятно откуда черпает силы но цветет постоянно особенно не развивается розетка особенно не развивается корневая но растение постоянно радует цветами вот такой у меня сейчас маленький цветущий сад орхидей растения которые могут порадовать своим цветущим настроением круглый год люблю за это орхидей просто не могу устоять если вижу в магазинах новое поступление растений даже если мне уже ставить некуда и не нужно да я все равно обязательно посмотрю и полюбуюсь на другие сорта такие которых у меня нету друзья на сегодня все я благодарю вас за внимание за вашу дружбу поддержку лайки и желаю вам всего-всего самого хорошего и до скорых встреч увидимся у меня а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok